Приветствую всех на своем канале. Очень рада вас вновь видеть. Благодарю всех, кто остается со мной верный, преданный. Также хочу поблагодарить вас за донаты, за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу любовь. Мне это очень-очень приятно. Сегодня мы с вами сделаем расклад, подведем итоги года и посмотрим, чему вы научились. Этот расклад я делаю, в принципе, каждый год. И примерно первые полгода Нового года и потом где-то в июле, в июне, в июле я делаю расклады, где я говорю о том, что вам нужно научиться, то есть какие уроки вас ожидают. И в конце года, конечно же, мы подводим итог и смотрим, чему же вы все-таки научились, как вы изменились, какими стали. Потому что очень важно видеть изменения в своей жизни и, конечно же, себя поощрять. Поощрять, потому что как-то вот в этом смысле мы нацелены на будущее. И есть вот этот вектор, направление, то есть желание получить что-то, либо стать кем-то. А когда мы становимся, мы этого не замечаем, не отмечаем. Это важно на самом деле. То есть подводить итог проделанной работы и обязательно себя поощрять, хвалить, задаривать подарками за проделанную работу. Итак, позиции вы видите. Тайм-коды есть в описании. Также в описании есть ссылка «Мои услуги». Переходите и получаете необходимую вам информацию. И на главной странице моего канала в разделе «Плейлистов» есть плейлист «Мои услуги», где вы наглядно уже можете посмотреть, в чем состоят мои услуги. Вот, надеюсь, вы определились с позициями. Отодвигаем сюда вот эти два камешка. Уберем мышку. Она мне пока не нужна. Вот. А мы с вами приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешка. Вот сюда. Нет, не видно будет. Сюда. Вот. И давайте сразу первый вопрос. Чему вас научил 2022 год? Дьявол. Так интересно. По-моему, прошлый расклад, первая позиция тоже у нас с дьявола начиналась. Чему вас научил? Ну, в этом году вы прорабатывали свои теневые аспекты. Вы прорабатывали свою внутреннюю силу. То есть вы ее наращивали, хочется сказать. Как-то вот утверждались в своей внутренней силе через проработку своих каких-то теневых моментов характера. То есть, возможно, какие-то качества своего характера вы проработали. Либо обратили на них внимание. Либо смогли с ними как-то договориться. То есть увидели, как работает вся эта ваша система. Может быть, увидели процесс, какие мысли запускают, например, определенные процессы. То есть поступки, благодаря которым вы как-то ведете себя, возможно, в каких-то моментах неадекватно. То есть здесь вы прорабатывали, еще раз скажу, теневые аспекты. И это дало вам как-то больше уверенности. То есть вы проработали свои блоки и тем самым наработали в себе больше уверенности, больше энергии. То есть у вас появилось больше силы. Вы стали, с одной стороны, заземленнее. Но это не в плане того, что стали более материальными, что ли, проявленными. Хотя кто-то из вас, может быть, действительно ранее были как-то незаметны. Но проработав какие-то качества, вы стали более понятными, так скажем, для других людей. Вы стали более земным, более человеком. Вот у меня просто, знаете, идет такая картинка проявленности. То есть вы были как будто бы невидимка, как некое такое привидение. И вдруг у вас появились очертания. Люди стали вас замечать. Почему? Потому что вы заземлились. Вы перестали витать в облаках. Перестали быть, возможно, таким мечтательным человеком. Стали более реалистичны, более прагматичны. Это тоже очень важно. Давайте посмотрим более конкретно дьявол, о чем говорит. О чем говорит нам здесь дьявол, чему вы научились, да, аркан луны. Ну вот проработали свои вот эти вот как раз-таки теневые вопросы. Знаете, здесь теневые вопросы в плане того, что незаметно, да. То есть то, на что вы раньше не обращали внимания. Однозначно вы здесь проработали свою тревожность, да. То есть если вы были немножечко мнительным человеком, да, для кого-то, если это была тревожность какую-то, свои переживания, да. То есть неуверенность была связана с тем, что... А что, например, скажут другие люди, да. То есть вот вы переживали, прежде чем какая-то ситуация случалась, вы очень много об этом думали и волновались. Вот это вот волнение, вот это неприятное ощущение. Еще раз повторюсь, ну вот именно тревожности, беспокойства какого-то. А с другой стороны, что дьявол, что луна, у нас говорят про обман. Говорят про иллюзию, причем те обманы и иллюзии, которые мы сами себе придумываем для того, чтобы, не знаю, как-то вот не действовать, да. Возможно, то есть здесь не то, чтобы самообман, как по семерке мечей, здесь намного масштабнее, да. То есть мы как будто бы накручиваем себя, придумываем того, чего нет, но для чего, в этом есть какая-то цель, это не просто так. Вот у каждого эта цель, она будет своя. Вот здесь вот вы это увидели. В этом году вы увидели ситуации, которые, я не знаю, может быть, вы сами их для себя придумали, а может быть, кто-то, если прорабатывал сценарий со своими родителями, в данном случае почему-то, мне кажется, отцовская энергия идет, да, больше, то здесь вот как будто бы ваши внутренние проекции на других людей. То есть, возможно, в этом году вы увидели тех людей, с которыми вы общались, которые уже знаете, такими, какими они есть на самом деле. Многие их, может быть, увидели в лучшем свете, потому что увидели настоящее лицо этого человека. А многие, наоборот, увидели тот момент, что где-то я переносил какие-то свои внутренние ожидания, образы на этого человека. То есть, может быть, где-то приукрашивал. Не потому что человек такой, а потому что мои внутренние проекции нуждались, да, была какая-то потребность в том, чтобы приукрашать этого человека. То есть, в нем, по сути, я видел одного из, проекцию одного из своих родителей. То есть, вот здесь ощущение того, что маски вот эти вот спали. Вы очень много работали именно с тем, что не видно, с тем, что не проявлено, не совсем заметно. Это может быть как качество характера, если мы говорим про самопознание, либо это могут быть ваша профессиональная какая-то сфера, да, связана с этим. То есть, возможно, с магическими моментами, да, если кто-то занимается практиками, то здесь вот магия очень хорошо, да, дьявол и луна, это влияние. Манипуляционные какие-то моменты, да, то есть, опять-таки, либо это профессиональная ваша сфера, каким-то образом с этим связан, либо это качества, которые были проявлены либо на вас, либо вы имели такую, может быть, где-то и неосознанную, неосознанное влияние на другого человека, такое достаточно магическое, да, то есть, с огромной харизмой, то есть, плюс и может быть, что вы, наконец-таки, приняли свою харизматичность, да, свой вот этот вот магнетизм, от которого, возможно, ранее отказывались. То есть, здесь аспектов очень много, потому что великие арканы, но общие такие вот ключевые моменты – это вот проработка своего характера. Давайте теперь посмотрим, как вы изменились, вот как вы изменились за 22-й год. Семерка жестов, ну вот, смотрите, как раз-таки подтверждающая то, что, вот не случайно, я карту просто кладу одну под другой, да, а вот смысловая нагрузка имеет отношение, да, такое ощущение, что я выбираю, как будто бы под каким арканом что выкладывать. Семерка жестов у нас говорит о том, что вы перестали закрываться, вы перестали бороться. В семерке жестов присутствует, знаете, с одной стороны некая такая борьба с последствиями вашего собственного выбора. То есть, если мы рассматриваем в контексте развития масти, да, то в тузе жестов мы получаем некую такую возможность, шанс, да, принимаем какое-то решение, даже не принимаем решение, а видим возможность, то в двойке жестов, да, мы стоим как раз-таки на выборе, да, что нам выбрать, куда нам пойти, что сделать. И в тройке мы уже в тройке жестов, так как развивается масть, мы принимаем решение и идем дальше в соответствии с принятым нами решением. Так вот в семерке жестов, да, когда вот эта масть начинает развиваться, мы как будто бы начинаем бороться с последствиями нашего собственного выбора, который мы делали в двойке жезлов. То есть мы закрываемся от того, нас что-то не устраивает. И вот здесь вот как раз-таки в 2022 году вы перестали, что-то я пальцем тыкаю, вы перестали закрываться от вашего собственно принятого решения в прошлом. То есть вы как будто бы, если в прошлом у вас было желание как-то закрыться от людей, уединиться, у вас была такая потребность по отшельнику, возможно, необходимость как-то побыть собой, вам было некомфортно с людьми. Вам не то, что по отшельнику было желание хорошо время проводить с самим собой, такое тоже было, но в большинстве своем это неумение коммуницировать, даже если у нас говорят про коммуникацию, неумение коммуницировать, неумение выстраивать в том числе и свои собственные границы. В этом году в 2022 вы проработали своего дьявола, как я уже сказала, вы укрепились в этом материальном мире, вы стали более проявленным, более масштабным, более заземленным человеком, который хорошо стоит на ногах. И вам проще стало взаимодействовать с людьми, у вас уже нет вот этой вот потребности закрываться от других людей. Вы научились отстаивать свои собственные границы, свое собственное мнение. Почему семерка жезлов говорит о человеке, который борется, условно говоря, с невидимыми жезлами, то есть людей здесь нет, есть только палки, проекции, продолжения. И смысл семерки жезлов заключается в том, что развернись и иди дальше, ты уже вырос, ты уже перерос вот это вот свое окружение, вот эти все свои жезлы. Тебе нужно дальше идти, двигаться в развитие, в восьмерку жезлов, в свой рост, а не бороться с теми, кто находится, условно говоря, ниже тебя. Ты уже победитель, тебе надо это заметить. И вот вы стали именно таким человеком, вы стали тем самым победителем, который перерос самого себя, перерос вот эти вот свои, возможно, какие-то амбиции, желания. Почему вы их переросли? Потому что вы выросли в своем сознании, и эти желания, они уже для вас являются мелкими. Если мы говорим с точки зрения характера, то вы научились отстаивать себя, вы научились выстраивать границы, вы научились бороться. Бороться не в плане конкуренции с другими людьми, а в плане отстаивания своих каких-то суждений, своих взглядов, вам уже не так страшно. Вы уже не занимаетесь побегом. Можете войти даже не то чтобы в конфронтацию, здесь я еще не чувствую, чтобы вы готовы были к некой такой полемике, но, по крайней мере, остаться и не убегать, да, у вас есть. Да, вы можете закрываться, но в беседе вы как минимум остаетесь, вы уже не уходите. То есть здесь уже присутствует некий рост. Еще, как вы изменились? Пятерка кубков. Вот как раз-таки смотрите, как интересно, да, даже из-за суда кубковые кубки у нас идет под Луну. О чем говорит Пятерка кубков? О разочаровании, да, о пролитых слезах. Почему мы проливаем слезы? Потому что у нас есть некие ожидания от ситуации, от человека. И когда эти ожидания не оправдываются, мы начинаем разочаровываться. Вот это ваша как раз-таки Луна, о которой я и говорила ранее, да, вот эти вот иллюзии, непроясненные ситуации. Вы перестали, перестали ожидать что-то от кого-то, возможно, да, от какого-то человека. Вы перестали, как я уже сказала ранее, да, проекции делать своих собственных желаний либо взглядов человека, да, проецировать это на него. И как следствие вы перестали разочаровываться. Вы перестали жить с оглядкой на прошлое, на то, что утрачено, на то, что вы не можете получить. Вы делаете определенные выводы и двигаетесь дальше. Пятерка кубков говорит у нас о взрослении, да. Почему здесь человек сокрушается? Потому что он утратил вот эту вот легкость, да, по тройке кубков. Он утратил вот этот вот праздник. И, возможно, где-то вы осознали, здесь идет процесс взросления. Дьявол не простой, а он всегда говорит про созидание в плане сознания, да, когда человек становится зрелым. То есть после того, как мы прорабатываем свои теневые аспекты, человек приходит к Солнцу. То есть на древе жизни аркан дьявола, он как раз-таки соединяет сферу ход, который у нас, соответственно, за ум, за интеллект. И аркан сиферит, который говорит о Солнце, да, о нашей самости. То есть для того, чтобы стать самостоятельным человеком, здесь вот этот вот будет, для того, чтобы стать целостным человеком, да, психологически зрелой личностью, вам нужно проработать свои теневые аспекты. И это вот как раз-таки то, что, то есть признать в себе, и только таким образом вы сможете стать психологически зрелой личностью, именно личностью, своими собственными границами, которая не убегает от своих каких-то недостатков, а признает их, принимает и научается с этим жить. Вот это и есть психологически зрелая личность. И поэтому у нас как раз-таки за это у нас соответствует дьявол. И здесь как раз-таки речь идет о том, кем вы стали. Вы идете, либо уже находитесь достаточно близко именно вот к этой психологически зрелой своей личностью. Почему? Потому что вы понимаете, что вот этот вот вечный праздник по тройке кубков, он уже не для вас, да, не в плане того, что вы выросли биологически, да, стали, допустим, там, не знаю, 40, 50, 60, 70 лет вам. Нет, не в этом плане, а в плане того, что вы понимаете, что это уже не про вас. Вот эти вот бесконечные, там, я не знаю, праздники, легкость, какая-то вот безответственность, да, она прекрасна, но хочется уже что-то такого существенного, да, хочется что-то такого настоящего, серьезного. В данном случае это двойка кубков. Это внутренняя гармония с самим собой, либо с самой собой. Когда вам хочется уже вот этого состояния спокойствия на душе, не потому что, еще раз скажу, вы уже не тянете на праздники, а потому что вы видите уже жизнь под другим углом. И вот это вот как раз-таки сожаление по пятерке кубков с точки зрения развития, да, личности идет, к сожалению, о том, что я уже, ну, меня уже не тянет вот на все эти праздники, веселье. Хочется что-то другого, хочется что-то более конкретного, более настоящего, более существенного, как я сказала ранее. И вы стали как раз-таки таким человеком. То есть если подытожить и сказать, как вы изменились, вы научились отстаивать себя, научились отстаивать свою точку зрения, выстраивать границы, уже смотрите на ситуацию свысока. Не в плане презрения, а в плане масштабности. И с другой стороны перестали заниматься неким таким самообманом, да, и перестали очаровываться людьми для того, чтобы в дальнейшем не разочаровываться. То есть вы уже, как я сказала, смотрите на мир достаточно реалистично. И это классно на самом деле. Так, а как вы изменились, да, а каким вы стали все-таки, каким вы стали, ну куда же нам без семерки мечей, которые я уже упоминала, да, каким вы стали. И знаете, здесь ощущение того, что, да, безусловно, хитрость присутствует, да, все равно хитрость ваша, она связана как раз-таки именно с развитием. Иногда у вас бывают такие моменты, когда вы говорите, все, я не хочу, нафига мне надо заниматься этим развитием, не буду я больше в себя копаться. Но это уже настолько укоренилось внутри вас, это стало частью вашей природы, да, что вот здесь семерка мечей в данном случае, в потоке, она мне говорит про вашу совесть. То есть вы уже стали таким человеком, когда вы не хотите и не желаете сами себя обманывать, да, то есть где-то, возможно, в прошлом раньше вы закрывали глаза на какие-то моменты других людей, потому что вам было так выгодно. Сейчас вы уже не будете закрывать глаза на то, что вам не нравится. Где-то вот ваша совесть, вот почему я говорю про совесть, потому что здесь вот такое внутреннее ощущение того, что вот в этой колоде не прорисовано, а у Эйта очень хорошо шапка, нарисована шапка красного цвета на голове у главного персонажа, да, то есть на варее шапка горит. Вот, то есть как бы ты не скрывался, да, ты от себя не убежишь, да, как бы ты не обманывал других людей, сам себя ты не обманешь. Вот здесь вот суть как раз-таки говорит о том, что если нужно идти в развитие, вот как бы ты не хотел, а у вас остается вот это. Это, знаете, это даже не лень, а это не желание, потому что присутствует вот понимание и прошлый опыт того, сколько всего вы переворотили, насколько это сложная работа над собой, не всегда она приятна, в большинстве своем вообще неприятна, да, неприятно смотреть в лицо самому себе и видеть свои какие-то недостатки. Но невзирая на вот эти вот хитрости, да, и самообмана, которые у вас бывают, это здесь такой образ, знаете, когда, ну не знаю, элементарно, мы женщины, да, надо убраться в квартире. И вот ты так проходишь и думаешь, блин, ну так неохота, так неохота, пойду полежу. И вот лежишь, и все равно, или там книжку почитай, и вот на душе неспокойно. И вот такое ощущение, что, блин, вот пока я не встану, не уберусь, пока я не закрою этот гель читает. Ну вот, ну не успокоюсь. И приходится вставать и делать, да, либо есть какое-то дело, которое нужно завершить. Вот здесь вот примерно про то же самое. Да, мне лень, но я это делаю. Но с другой стороны, каким вы и стали человеком? Вы уже видите какие-то новые возможности в своей жизни, уже жить по-другому. Вы это видите, вы это ощущаете. Второй вопрос, что не всегда вы хотите туда идти. Почему вы не хотите? Я сказала, потому что это надо прикладывать усилия. А откуда вы это видите? Вы видите свои способности? Мечуна все время говорят про интеллект. Здесь неординарное мышление. Здесь вы способны и свободой, возможно, решать задачу вот как-то по-другому. Не так, как все. Возможно, иррационально. Возможно, здесь подход какой-то не совсем традиционный, да, через некие такие новшества. Но здесь присутствует лень, да, вот как ни крути, ни верти. Огромный потенциал именно в вашем мышлении. Вот не зря говорят, допустим, про водолеев, что они на столетие вперед идут в своем вот видении, да, в свое возможное сознание. Вот здесь вот семерка мечей здесь про это говорит, про вас. Что вот вы стали как раз-таки таким человеком, который видит свой потенциал, видит свои возможности, видит, как он может жить по-другому. Но если раньше у вас была лень и она вами управляла, как теневой аспект, то сейчас, проработав этот момент, не то, что вы отказываетесь, вы ее уже видите. То есть это вы видите уже своего врага в лицо. И все зависит от того, какой выбор вы будете делать. В большинстве своем, где-то я вижу процентов на 70, может быть 65-70 процентов, вы делаете выбор в пользу действий. Но все равно остается какой-то маленький процент, когда вы все равно идете на поводу своей лени. Здесь нету страхов. Здесь просто элементарное лень, нежелание что-то делать. Не хочу. Вы знаете, причем, знаете, это не хочу, не то, что вы действительно так считаете, а вот знаете, как-то принципиальность какая-то. Вот наперекор кому-то. Я не знаю, с кем вы там боретесь, внутри себя, но вот здесь вот ощущение того, что я наперекор кому-то не буду это делать. Хотя какого-то человека конкретного может быть и не быть вокруг вас. Вот это вот внутреннее какое-то противоречие, внутреннее какое-то, какая-то ваша борьба. Есть как здесь, как он называется, какой-то образ кого-то вы держите, не знаю, может быть кого-то из своих родителей. И вот когда у вас встречаются аналогичные ситуации, вы как будто бы внутри себя начинаете вспоминать ситуацию из детства, когда вас, допустим, заставляли, или вам надо было делать, а вы не хотели. И вот вы начинаете вот это вот проигрывать внутренний сценарий вашего прошлого. И вы как будто бы себе внутри, своему внутреннему родителю говорите, что нет, я не буду это делать. То есть здесь есть некий такой триггер, который вам надо проработать. Еще раз скажу, вы уже выросли из него, но триггер, он еще остается. И какие-то моменты, какие-то слова, что-то вас цепляет, и вы включаетесь в эту иллюзорную игру в своей голове. Каким еще вы стали? Восьмерка мечей, семерка мечей, восьмерка мечей, все про мечи. Каким еще человеком вы стали? Ну вот все равно, вот то, что я говорила, когда ранее, бывают такие моменты, когда вы в своей собственной голове ощущаете, что нету возможности. Но еще раз скажу, нету возможности, не потому что нету выхода из ситуации, выход он есть всегда, но вы его не видите в своей голове. Почему? Потому что от этого есть какая-то выгода. Вот все карты здесь говорят о том, что когда вы чего-то не достигаете, здесь понимаете, человек, который может поставить себе абсолютно любую цель и достичь ее. У вас есть такой потенциал, и вы это знаете. Но если вы не достигаете, то у вас есть выгода от того, чтобы вы это не достигли. То есть это немножечко иррационально, потому что с одной стороны кажется как так, то есть мое сознание, мой ум говорит, что нет, я хочу. Но на уровне неосознанном у вас присутствует выгода от того, что вы не действуете. возможно действия, которые вы бы совершали, они привели бы вас к тому, что вам нужно прикладывать много усилий, возможно вы столкнетесь с сопротивлением либо с каким-то отказом. А вот эти вот последствия, они, то есть сопротивление, отказ, ну там разные варианты могут быть, они приведут вас к психической боли. и вот вы этой боли избегаете, как вариант, да, то есть у вас могут быть свои сценарии, я вам говорю, один из вариантов. И у вас вырабатывается такая прямая цепочка, что я не хочу это делать, почему? Потому что я избегаю боли, потому что я заранее предвижу, предсказываю, предполагаю, что эта ситуация, она приведет меня к психологической боли и к разочарованию, а я этого не хочу, потому что мне это причиняет психологическую, ну боль, психическую, может быть даже боль. Я избегаю боли, и именно по этой причине я не действую, но откуда у вас это? Это какой-то прошлый опыт, который необходимо изменить, то есть если он у вас было в прошлом, это не значит, что так мир стоит, сейчас ваш мир изменился, вы стали другим человеком, более заземленным, более реалистичным, и вам этот сценарий нужно пересмотреть. Не все ситуации, где есть преодоление трудностей, приводят к какой-то боли. Вам нужно научиться принимать отказ, то есть если вам мир что-то не дает, если вы что-то не получите, потому что здесь такая, знаете, как я уже сказала ранее, целеустремленная натура, которая может получить абсолютно все, что она хочет, и вы это знаете, и когда вы получаете некий отказ, либо вам не дают то, на что вы претендуете, это вызывает у вас боль, да, то есть опять-таки я не говорю только про желание, это может быть про человека, вы поставили себе цель, а мир вам говорит, ну, этот человек не для тебя, ну как, я же его хочу, да, вот это вот детское какое-то поведение, и мне отказали, может быть здесь детский сценарий даже и проигрывает, то, что вы хотели, например, в детстве, чтобы вам купили машинку, куклу, или еще что-то, а вам отказывали, вы не понимали, почему, и это вызывало у вас боль, у вас возможно заякарился этот сценарий, посмотрите, пожалуйста, здесь разные варианты, вас много, но суть заключается в том, что, кем вы стали, человеком, который пришел именно к мнению того, что вот все наши загвоздки, они находятся в вашей голове, восьмерка мечей говорит о том, что я не вижу выхода из конкретной ситуации, но если вы посмотрите на аркан, все мечи, все трудности, сложности, они находятся за человеком, и здесь не случайно в голове у этой девушки, черная луна, то есть она на фоне черной луны, то есть отсутствие света, непонятность, и это в голове, глаза закрыты, нужно слушать свою интуицию, то есть я не вижу внешний мир, я не вижу выхода, почему, потому что выход, он находится внутри вас, а в чем он связан, вот именно вот в этой семерке мечей, когда вы сами себя обманываете, хитрите, есть какая-то выгода, вам не делать что-либо, не достигать, не получать что-либо, и вот с этим, это один из теневых аспектов, вот эта выгода, вашего дьявола, с которым вам еще предстоит работать, вот такая у меня была первая позиция, в принципе, вопрос звучал о том, кем вы стали, но у меня такое ощущение, что вам надо еще работать и работать, ну по крайней мере, так карты показали, потому что дьявол, давайте вот семерка жезлов перекрою, потому что дьявол сильная такая энергетика, пишите свою обратную связь, мне будет интересно почитать, позиция номер два, красненькие камеши, двоечки, смотрим вас, итоги этого кода, чему вы научились, давайте посмотрим, чему вы научились двоечки, рыцарь кубков, хочется сказать, что вообще рыцарь кубков, это такая душевная, для меня это такая достаточно душевная карта, душевный аркан, вот, и, ну вы в принципе по своей природе, по своей натуре такие, очень приятные люди, очень теплые, возможно, научились делать, совершать определенный выбор, с кем вы готовы общаться, либо кому вы готовы открываться, почему, потому что рыцарь кубков, он несет этот кубок, вот в этом аркане не очень хорошо видно, но опять-таки, возвращаясь к классике Квейта, которую я люблю, где глифы, они изображены не случайно, знаете, вот сделаю такую небольшую ремарочку, я не люблю просто красивые картинки, почему, потому что для меня Таро, это символика, это работа с нашим бессознательным, и когда в ордене золотой зари, члены ордена прорисовывали самостоятельно для себя, для личного пользования арканы, то вот глифы, глифы, это вот эти вот символы, они имели определенное значение, и люди знали смысл этого значения, то есть неважно, допустим, какой формы будет лошадь, условно говоря, но цвет этой лошади, он имеет значение, как он держит кубок, это тоже имеет значение, то есть смыслы, глифы нарисованы, они не просто так, когда ты понимаешь символику, то ты понимаешь и тот смысл, который несет этот символ, потому что все-таки в большинстве своем Таро не было создано для как гадательной системы, а скорее всего больше для медитативной, для самопознания, для того, чтобы входить в состояние, изображенное на аркане, и прорабатывать те или иные качества. Здесь я закрываю скобочки, так вот, у это кубок, он держит вот в прямой позиции, да, ровно, то есть он идет в таком торжествовании, да, некому несет этот кубок, это кубок Граля, то есть вот это вот изобилие. Смысл в чем заключается, что в тузе кубков мы получаем вот этот вот шанс, возможность, да, на самопознание, на любовь, на соединение с высшими силами, с состоянием вот нашей души. И вот мы начинаем вот эту вот свою душу, да, вот это вот эмоциональное состояние начинаем изучать. Поэтому в паже кубков у нас идет как желание, а здесь рыцари, они все говорят уже о движении, то есть здесь мы уже начинаем как-то что-то практиковать. Если в паже мы получаем только информацию, то в рыцаре мы уже как-то развиваем, уже совершаем какие-то действия, поэтому рыцари на коне, в движении. Так вот, смысл этого аркана говорит о том, что я выбираю, кому я этот кубок дам. Вот так как он его держит, условно говоря, если в нем была бы жидкость, она бы пролилась, то есть вот это вот состояние, эти эмоции, они были бы утрачены. Но суть заключается в том, что я горделива как-то, нет, даже не про гордость здесь, а вот какое-то достоинство. Я с достоинством выбираю, кому, с кем я поделюсь вот этим своим состоянием души. И поэтому, чему вы научились, вы научились выбирать. Кому вы дадите вот эту вот частичку себя, возможно, частичку своего состояния, своих эмоций, с кем вы готовы делиться. Безусловно, рыцарь кубков, это приятный аркан, это очень душевные такие беседы, открытые, открытые, то есть здесь идет про доверие, с одной стороны, а с другой стороны все равно присутствует вот какая-то, как это, где-то я удерживаю себя, то есть да, я хочу быть открытым, но я все равно выбираю, в каком обществе и что я могу сказать, кому я могу довериться. Здесь идет речь про романтичность, почувствительность. Я могу сказать, что в 22-м году вы как будто бы исследовали очень много все, что связано именно с вашими эмоциями, да, возможно, впервые вы стали задумываться о том, почему я испытываю это, да, почему я чувствую, возможно, что-то, и стали, возможно, видеть разницу, что ваша эмпатия, она намного ярко выживана, чем другого человека, что, возможно, вы через чувствование осознаете чуточку больше, чем кто-то другой. Но здесь вот ощущение того, что весь 24-й год был посвящен именно эмоциональному фону, пониманию его, да, то есть вы не просто как-то получали информацию, а вы это как-то еще и практиковали, может быть, присматривались там, наблюдали, приглядывались, делали выбор, с кем вы хотите входить в контакт, да, с кем хотите выстраивать на уровне энергетики, коннект, какой-то канал, да, чему еще вы научились, что иногда, иногда, вот семерка педаклей, всегда такой аркан немножко двоякий, говорящий о том, что с одной стороны надо продолжать делать, да, то есть то, чем вы занимаетесь, потому что всегда на пути достижения нашей цели мы сталкиваемся с таким моментом, как самосаботаж, да, то есть я не хочу продолжать дальше делать, да, что-то на меня накатило, и есть желание бросить. В этот момент очень важно как-то преодолеть себя, найти в себе силы мужества и доводить дело до конца, то есть возможно, то есть в силу своей какой-то эмоциональности некоторые из вас как-то не доводили дела, и здесь у вас в этом году вы, допустим, научились доводить дела до конца, с другой стороны, если мы говорим про выбор, то вы, возможно, научились даже оставлять какие-то моменты, либо каких-то людей, которые вы видите, что они не приносят вам желаемого результата, потому что вот вы очень много работаете, вкладываетесь, допустим, в человека, в ситуацию, а результат не получаете. Здесь, ну, по-разному может быть. Еще, чему вы научились, двойка кубков, гармония. Я не могу сказать, что вот вы научились любви, да, потому что это ваша природа, и для вас это, в принципе, естественно. Двойка кубков говорит, возможно, вы научились выбирать правильных людей, да, так как я и говорила по рыцарю кубков, научились находиться в более гармоничном таком состоянии, научились выбирать друзей, возможно, в этом году вы ощущали себя вот как-то вот больше осенью, да, в третьей половине, нет, во второй половине, потому что третьей половине не может быть, второй половине года, вот, в третьей-третьей, так давайте скажу, да, осенью, скорее всего, вы пришли уже к тому состоянию, когда вот вам уже на душе хорошо, да, гармонично, есть, возможно, ощущение того, что нашли для себя одного-двух людей, которых вы можете считать не то чтобы друзьями, а людей родственных по духу, людей родственных по состоянию вашей души, здесь, возможно, как следствие, вы открылись, и у вас появились новые союзники, новые партнеры, новые единомышленники, вы научились быть в балансе, научились, возможно, замечать, да, вот сколько энергии вы отдаете, и сколько вы, сколько вы вкладываетесь, и сколько вы получаете, то есть работали в этом году над балансом того, что вы отдаете, и что вы получаете. Как вы изменились? Как вы изменились? Лабиринт, да, аркан лабиринта, аналогия аркана луны, о чем здесь он говорит, я его хочу уточнить, как вы изменились? Пашкубков, как вы изменились? Знаете, здесь хочется сказать, что очень много работали над детскими своими какими-то травмами, которые связаны с доверием, с доверием не только людям, да, вот здесь вообще весь год про доверие идет, я сказала уже, про взаимодействие, но не в плане коммуникации, общения, а именно, еще раз повторюсь, скажу, на уровне души. Это немножечко, ну, по-другому. здесь очень ярко, здесь очень ярко в этом году у вас была выражена телепатия, да, возможно, если у вас есть связь с человеком долгое время, да, то вы его уже ощущаете, либо считываете телепатически, вам не обязательно находиться с ним в одном физическом пространстве, да, вы можете передавать информацию вот именно через иной канал, да, ментальный как-то, поэтому, как вы изменились за этот год, да, проработали, проработали вопрос доверия, проработали свои травмы детские, не могу сказать, что все, но вот у Пажа Кубков есть такой момент, что он умеет как-то, знаете, исцелять людей через слово, находить правильные слова и как-то вот поддерживать, здесь не про мотивацию, а здесь, вы знаете, когда человеку бывает плохо, он всегда ищет кого-то, вот как, я не знаю, как жилетку, кого-то можно было бы поплакать, но здесь не просто выплескнуть свои эмоции, да, через слезы, а хочется еще услышать доброе слово, вот вы как раз-таки тот человек, который вы можете это дать, при том, что у вас у самих есть какие-то травмы, то есть вы можете поддержать, вы можете дать теплоту, доброту, человечность другому человеку, но у самого есть куча проблем, и вот в этом году вы возможно немножечко, да, кроме того, что это проработали, немножечко, хочется сказать, повзрослели, по крайней мере, у вас была такая цель, да, чтобы выйти вот из этого детского состояния, выйти из состояния ребенка ранимого, чувствительного, потому что лабиринт говорит о том, что у вас есть желание, человек стоит в начале лабиринта, и ему указывают здесь на выход, да, вот здесь где-то находится выход, но он еще не пришел, поэтому в этом году я не могу сказать, что вот вы нашли для себя какое-то решение, да, как выйти из этого состояния, но по крайней мере, да, рыцарь кубка говорит о том, что мы развиваем то, что мы уже имеем сейчас, до короля еще далеко, но я уже нахожусь в процессе, как еще вы изменились, ну, были трансформации, да, изменили немножечко свое сознание, давайте так скажу, как минимум отпустили, в последнее время у двойка выходит аркан смерти, отпустили что-то из своего прошлого, опять-таки, когда мы отпускаем, когда мы осознаем, да, что нам это уже не нужно, что мы уже выросли, то есть здесь уже осознание присутствует, да, я просто проверяла, действительно ли вы отпустили, да, вы отпустили, здесь уже как будто бы самим надоело какое-то прошлое, которое вас преследует долгое время, да, и вот как раз-таки это случилось, когда что-то в вашей голове изменилось, да, какие-то перемены в вашей жизни случились, именно в сознании, в вашем мышлении, возможно, пересмотрели какие-то убеждения, либо свои ценности, либо отношения свое к человеку, то есть вашим критерием в 22-м году, да, было вот это вот гармоничное состояние союза, да, что вы отдаете, что вы получаете, возможно, в своей голове для трансформации вы как-то пересмотрели взаимодействие с людьми и посмотрели, сколько вы отдаете, да, вот то, что здесь я сказала, либо отказывались от них, и что вы получаете, либо отказывались после этого, да, либо наоборот говорили, что окей, человек как-то тоже старается, вкладывается в меня, пускай не в такой степени, но я вижу какие-то действия с его стороны, и я готов дальше с ним взаимодействовать, здесь про это, каким человеком вы стали, ну, у вас появился огонек, это уже очень радует, правда, только в потенциале, неизвестно еще, сможете ли вы это как-то развить, да, будет ли продолжение этого, но как минимум у вас появились желания, у вас появились амбиции, у вас появилось желание, как минимум готовность действовать, жить, то есть раньше, если было такое, немножко водное состояние, да, какое-то апатическое, ну, не хочу сказать депрессивное, но некое выгорание такое, да, то сейчас уже появилось что-то, еще раз скажу, изменилось в вашем сознании, какие-то вот ваши мысли поменялись, что-то вы научились себе говорить, как-то себя вытаскивать из сложной ситуации, и стали более позитивными, да, более позитивными, но это вот только в зародуши, но уже в хорошем зародуши, так, а каким еще вы стали человеком, вот двойка пендаклей, да, тоже говорит про, еще одна двойка, говорит о том, что учитесь держать баланс, а сложно, очень сложно, не всегда у вас получается, есть люди, которые как-то вот сбивают вас с вашего пути, да, ну вот вроде бы что-то решили, определились, а потом появляются некие такие доброжелатели, которые вас сбивают с панталыку, и вы выходите из своего вот этого баланса, и потом сложно вам вернуться в гармонию, но вы стараетесь, стараетесь удержать равновесие, стараетесь, знаете, когда вот вы находитесь в спокойном состоянии, вам это удается, но когда есть очень много разных дел, у вас появляется какая-то суета, вот эта вот суматоха, непонимание, куда-то надо бежать, что-то нужно делать, вот вам нужно научиться в этот момент останавливаться, условно говоря, дышать, для чего мы дышим, для того, чтобы сфокусироваться, чтобы вернуть себя в момент здесь и сейчас, чтобы ваша голова оттуда успокоилась от того, что куда-то надо бежать, что-то надо достигать, что-то надо сделать, и я это не успею, то есть вот это вот какое-то мытарство, не то чтобы паника, но вот не нужно ничему и никому суета, чтобы она угомонилась, и тогда вы снова возвращаетесь к своему гармоничному состоянию, можете принимать верные решения. Подумать, вам нужно найти какую-то практику, которая будет вас останавливать, когда вот вы входите, здесь такое ощущение, как состояние, как перед паническими атаками, всегда есть вот эта вот точка невозврата, когда вы ощущаете, что вот сейчас у меня начнется паническая атака, вот чтобы в эти атаки не впадать, вам нужно найти вот это вот состояние, как вы его можете поменять еще в зародыши. Еще какими вы стали более стабильными, это уже хорошо. Заметьте, что здесь энергии изменились, из кубковых, они постепенно-постепенно переходят в пендаклевые. Вода и земля – это такие братские достаточные энергии, гармоничные. То есть вы из-за вот этой эмоциональности своей, чрезмерной чувствительности, переходите постепенно в стабильность. Это хорошо. Говорит о том, что возможно как-то научаетесь структурировать, то есть для себя понимать, что вызывает в вас те или иные эмоции. Стали достаточно таким человеком, немножечко жадным, в данном случае жадным скорее всего на свои ресурсы. Еще раз скажу, то есть если раньше вы были душа на распашку, то сейчас вы как-то уже более сдержанная. И это хорошо на самом деле, как будто вы не позволяете людям вами пользоваться. Пользоваться, да, то есть управлять. Я вижу, что здесь вот четверка пендаклей про стабильность говорит о том, что вам с этим стало более комфортно, более уютно. То есть вы как будто бы, вот это вот ваше энергосберегательное состояние, оно помогает вам удерживать баланс. Но здесь очень важно, чтобы вот оно как-то не, как-то, как бы так сказать, не закостенело, да, то есть да, окей, стабильность это хорошо, это приятно, вот, но при этом смотрите, чтобы вы не ушли в другую крайность, да, то есть сдерживайте свои эмоции, но при этом вот не станьте потом королевой мечей, да, такой вот холодной, которая на корню подавляет свои эмоции. такая вот у меня была и вторая позиция. Благодарю вас, двоечки, за ваше участие в моем канале, за ваши комментарии, лайки, поддержку. Так, а мы с вами переходим к позиции номер три, зелененькому камешку, троечке. Смотрим вас, смотрим вас, чему вас научил 2022 год. На следующей неделе, наверное, я сделаю, смотрю вот свой план, сделаю прогноз на 23 год. Вот, а в новом году уже буду делать личные, да, наверное, в новом году сделаю личные расклады, ну, напишу про это анонс, сможете присылать свои заявки. Итак, чему вас научил 2022 год? Троечки. Сила. Сила, умение преодолевать свои инстинкты, умение преодолевать свою вот эту вот животную природу, да, не идти на поводу у инстинктов своих, я бы так сказала. Научились побеждать свои страхи. Башня, серьезный год такой. Все три великих аркана. С помощью чего? С помощью чего вы научились побеждать свои страхи? С помощью башни. Разрушать в своей голове какие-то иллюзорные страхи. То есть вы как будто бы увидели, чего вы боитесь. И здесь было такое вот именно только через практику, не через осознание. У вас это пришло на практическом каком-то уровне, да, когда вы преодолевали свои страхи, то есть вам было страшно, но вы находили в себе силы и мужество для того, чтобы пойти в этот страх. И когда вы его преодолевали, по выходу, делая вывод, вы заметили, что ваши страхи, они, как правило, не настоящие. То есть они являются просто неким таким фактором, который останавливает вас на вашем пути. И это было связано с некими такими по башне, с некими такими убеждениями, которые когда-то, возможно, для вас, они имели место быть. Но в дальнейшем, когда вы уже выросли, здесь был пересмотр своих каких-то убеждений, которые останавливают вас в вашем развитии. То есть здесь вы как будто бы акцент делали на то, что вас пугает. Почему вас это пугает? Например, если это касалось профессиональной сферы, и вы долгое время, я не знаю, не могли что-то сделать, как-то сделать, например, холодные звонки, что-то продавать, вас это пугало, то в какой-то момент вы не то чтобы сели и разобрались, с чем связан страх, а вы просто пошли именно, вот так хочется сказать, напролом в этот страх. И в конечном итоге, после многократных повторов, вы пришли к тому, что этого страха нет по факту. То есть он был придуман в вашей голове на основе чего-то, возможно, мнения, либо каких-то прошлых убеждений, которые останавливали. В этом году у вас произошло очищение по башне, очищение именно на уровне ментала. Здесь хочется сказать, что кто-то очень в прошлом использовал нецензурную, ненормативную лексику, и вот в этом году у вас как будто бы появилось желание как-то очиститься, очистить свое мышление, то есть говорить по существу, говорить лаконично, научиться говорить красиво. Здесь нету вот этого ораторского мастерства, то есть никто не пошел на какие-то такие тренинги, нет, здесь как будто бы вам самому, либо самой стало как-то противно то, как вы говорите, то, как вы думаете, может быть, не только о других людях, но и о себе. То есть здесь произошло очищение. Возможно, в прямом смысле кто-то занялся очищением своего тела, может быть, занялись чистками впервые тоже, в этом году вы научились, может быть, и самостоятельно научились чистить, как себя, так и других людей. Кто-то здесь проработал, возможно, свое эго, то есть заметили как-то. Здесь вот эмбирическим путем, здесь не осознание, здесь эмбирическим путем вы пришли к тому, что стали замечать, насколько у вас много вот этого «я» проявленного. Опять-таки, вот это вот ваше «я» я вижу с точки зрения защиты. То есть не то, чтобы здесь какая-то гордыня, а здесь вот упоминание себя как личности, оно как будто бы защищает вас от враждебного внешнего мира. и вот в этом году вы увидели, что ваш ум, он как раз-таки разделяет вас от внешнего мира. Вы стали замечать за собой, насколько часто вы говорите «я», «я» для того, чтобы как-то вот выделить себя, да, показать, что «я» не такой, как другие, либо «я» на такое не способен, да, либо «я» так делать не буду. Но это вот какой-то защитный механизм у вас есть. Еще раз скажу, не то, чтобы гордыня, а вот как-то я защищаюсь, да. Вот это «я», оно как некое нападение, да. То есть отойди от меня, потому что я вот такой, я могу тебе причинить боль, да. То есть не нападая на меня, я сделаю что-то, что я не потом в силах как-то изменить, да. Что, возможно, позже я пожалею, но это вынужденная какая-то мера. То есть здесь вот присутствует какая-то агрессивность, но в плане защиты. Так, а что еще, чему вы еще научились? Аркан изобилия. У меня такое, знаете, вот ощущение, как будто бы вы выходили как-то на природу, и вот только вот каким-то образом природа, не люди, а именно природа, зелень вокруг вас, она как-то вот вас умиляла, что ли, успокаивала. Напоминает такого, знаете, образа огромного гиганта, которая постоянно с кем-то там воюет, борется, а при виде, я не знаю, какой-то бабочки, либо божьей коровки, знаете, как распрылся, как лужа по асфальту. То есть вот какой-то такой мягкий становится, и кажется, как в этом человеке совмещается вот эта вот мягкость, доброта и с другой стороны вот эта вот воинственность и в некой степени жестокость. Но не к людям, не к людям, однозначно. Здесь идет вот именно к миру, к животным. Почему-то мне идут вот какие-то насекомые, вот эти вот бабочки божьи, коровки. То есть что-то такое очень мелкое и беззащитное. То есть если это даже животное, то это животное в формате, там, я не знаю, щенок, небольшая собака, щенок. Не кошка, а маленький котенок. Вот что-то такое в очень мелких размерах, да, либо вот в каком-то детском его проявлении. И научились по аркану изобилия. То есть вы как будто бы впервые в этом году увидели, что у вас есть возможность прийти к этому изобилию. Вы его начали замечать. Давайте так скажу. Оно было, оно присутствовало всегда. Но найдя это изобилие внутри себя в этом году, вы его постепенно начали замечать во внешнем мире. У вас стало, особенно если вы женщина, у вас стали появляться какие-то такие, знаете, желания, не знаю, может быть, прихорашиваться, как-то вот ухаживать за собой. Причем, знаете, так интересно показывать такой образ женщины, которые смотрятся на себя, смотрят на себя в зеркало, знаете, такое желание там, не знаю, накраситься, либо ресницы намазать тушью, либо вот гумнушкой такой яркой накрасить. А потом так смотрите, о, это не я. Я типа воин, да, его просмазали, ну, стерли со своего лица, размазали эту гумнушку. Это вот не мое. И вот начинаете этой влажной салфеткой вытирать, растирать, такая вот немножко агрессивность. То есть с одной стороны где-то вот идут какие-то пробелы вот этой вот, еще раз скажу, какой-то нежности, женственности, чувствительности. Даже если вы мужчина, в любом случае, вот что-то такого чистого, что ли, и вы сразу это на корню в себе подавляете. Но это уже появляется в вашей жизни, и оно будет только набирать обороты в последующее, в последующее время, в последующие года. Поэтому вы научились замечать. Это уже хорошо, это уже здорово, потому что я помню, что троечки всегда стремятся к материальному изобилию. Но здесь вот это вот изобилие, оно скорее всего более масштабное, и финансовое является только лишь малой частью того изобилия, которое вы научились замечать. Возможно, в этом году были периоды, когда у вас было вот это вот состояние достатка, этого внутреннего богатства, когда мне хорошо, ощущение, что мне все достаточно. И вот в этот период у вас очень хорошо, там, не знаю, может быть, в профессиональной сфере что-то развивалось. То есть вы соприкоснулись к этому состоянию. Так, смотрим дальше. Как вы изменились? Как вы изменились за этот год? Ну, вы пересмотрели, видите, по аркану повешенному, да, вы пересмотрели свою позицию, да, многие пересмотрели, где и как вы жертвились. Здесь вот у меня идет все-таки вот это вот какая-то ваша детскость, которая скрыта за броней, за какой-то вот ширмой, за доспехами такого мужественного, какого-то, я не знаю, как цербера, что ли. Вот что-то такое агрессивное внешне и что-то такое очень мягкое и ранимое, чувствительное внутри. И вот в этом году, как будто бы вы изменились, вы перестали сами для себя видеть себя какую-то жертву. Да, что вот все на меня нападают, все от меня что-то хотят, все как-то воинственно на меня настроены, как-то критикуют, что-то требуют. Вот. И вот в эти моменты что-то внутри вас за этот год изменилось. И вот отсюда у вас и появилась вот эта вот изобилие, мягкость, такая цветочность, более нежные какие-то энергии. связана с тем, что вы как будто бы увидели, что внутри себя вы просто транслируете иногда вот эту жертвенную позицию. То есть при всей вашей силовой и волевой какой-то внешней энергии внутри вы все равно как-то вот жалели себя, вы ощущали себя слабыми, вы это не показывали никому. И вот как будто бы вот этот внешний мир агрессивный, направленный на вас, он вам показывал о том, что признай, да, что ты слабее. То есть признай не для того, чтобы тебя потом подавить или как-то показать всему миру ваши уязвимые места, а просто для того, чтобы ты увидел, что ты тоже человек, что у тебя тоже есть какие-то слабости. То есть признай это, и ты изменишься, и отношение людей к себе изменишь. Но вы продолжали настаивать на своем, говоря, нет, я сильный, я сильный. И чем сильнее вы хотели казаться внешне, тем агрессивнее был настроен на ваш мир, на вас мир. Почему? Все-таки для того, чтобы добиться и показать, что нет, ты не можешь быть сильнее. Ты не можешь сильнее. Тебе надо признать вот эту вот свою какую-то слабость, свою какую-то уязвимость. Возможно, в каких-то моментах, что ты нуждаешься в помощи. Вот эту вот вашу жертвенность вам нужно было признать. То есть, и это, причем, знаете, это какой-то детский сценарий, который заставлял вас с детства быть взрослым. Не было у вас детства как такового беззаботного, то есть очень ранняя какая-то ответственность, и вы привыкли к ней. И вот здесь вас как будто бы ломали для того, чтобы вам показать, что тебе надо все равно проиграть вот это вот детство. Оно тебе необходимо, то есть в становлении себя. Ты не можешь отказываться от части, от большой части себя. Тебе надо это принять. И вот вы сопротивлялись этому, не хотели. Не случайно у нас здесь аркан силы, как раз-таки говорящий о том, что, да, я борюсь, я борюсь со своими страхами, да, но это вот как-то внутри. Я никому не показываю, что я тоже нуждаюсь в какой-то защите, в какой-то поддержке, я не знаю, в понимании, внимании. Я устал, либо устала все время всех защищать. И вот, а меня кто? Вот и вот в этом году, да, как вы изменились, у вас что-то перевернулось в вашем сознании, и вы увидели, как это работает, для того, чтобы как-то в себе это изменить. Как еще вы изменились? Четверка жестов. Ну, присутствует стабильность, да, присутствует немножечко легкости, да, то есть здесь появилась немножечко легкость, то есть не только там дни выше, сильнее, быстрее, но и появились немножко дни какого-то такого праздника, да, расслабления, поездок, возможно, на пикник, общение с разными людьми. То есть здесь присутствует уже какая-то стабильность. Причем, знаете, вот как только вы в себе заметили вот эти вот слабости, да, у вас сразу появилась стабильность. То есть как-то вот оно понемножку идет, вот что-то у вас меняется, вот прям по капельке, по капельке, и сразу вы видите результат. То есть в вашем случае, вот как только что-то в вашем сознании меняется, ваши взгляды, когда я говорю сознание меняется, ваши взгляды, какое-то убеждение изменилось, вы его, еще раз скажу, не осознали, то есть здесь нету какого-то созидания, когда я анализирую что-то в своей голове, нет, а как-то эмпирическим путем что-то получилось, и вы сделали из этого выводы, так сразу у вас начинает меняться ситуация, становится намного легче, появляются люди, которые готовы вам уже как-то помочь, и вы немножко удивляетесь, то есть а где вы раньше были, то есть раньше вас не было, на самом деле они были, вы меняетесь, и ваше отношение к людям меняется, как еще вы изменились, ну вот, король кубков появился, то есть у вас появилось вот это вот вы позволяете уже своим эмоциям проявляться, у вас появилось больше любви, давайте скажу, у вас появилось больше мягкости, как правило, как правило, если мы говорим о женщинах, да, то когда женщине нужно научиться проявлять свою инскую энергию, потому что женщина рождается с мужской энергией, с янской, активной, и на протяжении своей жизни мы обучаемся тому, чтобы раскрыть свою инскую энергию, которая тоже в нас присутствует, но нам надо ее познать, как правило, появляются водные короли для таких женщин, да, когда создаются отношения, они, условно говоря, знаете, такие романтические, но без последствий, то есть нету дальнейшего развития, там, брака, серьезности какого-то, такие немножечко любовные, да, и, как правило, они приводят к разочарованию с одной стороны, но если смотреть в плюсе, как развитие, то именно водные короли, они как будто бы помогают женщинам раскрыть вот это вот состояние любви, увидеть в себе, насколько я способна любить, потому что, как правило, какие отношения, они немножко, как это, безответные, какая-то такая любовь, да, ты любишь, а тебя нет, да, вроде бы ты находишься в отношениях, но при этом тебе не дают какую-то стабильность, да, и не показывают, что да, ты находишься в отношениях, я это чувствую, то есть я чувствую, эти мужчины, они помогают женщинам чувствовать этот мир, то есть они как-то вот их перенастраивают на другой лад, не на голову, на ум, а больше на чувствование, через них мы раскрываемся, вот здесь вот ощущение, я это может быть сказала, потому что у кого-то и появились такие отношения, не знаю, но как вы изменились, да, вы стали намного чувствительнее, намного, здесь не про ранимость, а здесь как-то вот вы себе раскрыли, я говорю, вот по этому органу изобилия, не случайно, вот это вот ваша женская природа, когда я прихорашиваюсь, когда я ухаживаю, когда я начинаю нравиться себе, когда мне приятно, когда у меня появляются какие-то такие, не знаю, нежные женские желания, не знаю, может быть раньше не носили каблуки, а сейчас появилось желание, а просто хотелось как купить себе обувь на каблуке, да, если раньше, например, не красились, то хотя бы, я не знаю, блеск для губ купить, вам можно, вы не будете им пользоваться, но вот этот вот порыв, да, он и показывает как раз таки о том, что появляется вот эта вот иньская энергия, плюс ко всему, она может как раз таки касаться каких-то ваших способностей, которые у вас открылись, да, опять скажу, может быть через этого мужчину, через Кубкова Короля, либо вообще стали замечать, что у вас стали открываться какие-то экстрасенсорные способности, либо они раньше были, но сейчас как-то более ярко стали проявляться, то есть у вас как минимум появилось желание что-то такое изучать в плане экстрасенсорики, да, хорошо, а какими вы стали? Какими стали? тройка мечей говорит о том, что вы стали эмпатичными, по-гречески есть такое слово симбония, сейчас я его стараюсь перевести на русский язык, это когда, знаете, разделяешь боль другого человека, то есть раньше, возможно, да, какие-то вот такие жертвенные моменты, как карты всегда ложатся, их просто выкладывают, но у них вот это вот прям продолжение, да, идет повествование, а раньше, возможно, вас раздражало, да, прям вот очень сильно бесила была агрессивность к тем людям, которые как-то вот выражают себя как жертвой обстоятельств, ситуации, вас это очень сильно бесило, раздражало, почему? Потому что я вам уже рассказывала о том, что вот вы не признаете в себе какую-то вот эту вот слабость, да, что нет, я не имею права на слабость, поэтому когда вы видели, замечали людей более слабых, чем вы, это вас очень сильно раздражало, бесило, поэтому каким человеком вы стали? Вы стали более снисходительным, я бы так сказала, по тройке мечей, по отношению к эмоциональным переживаниям, давайте так скажу, не буду говорить про боль, а про эмоциональные переживания к другим людям, да, то есть вы уже не агрессируете на них, но как минимум, как минимум вы проходите мимо, не обращаете внимания, а как максимум уже начинаете не то, что соболезны, как-то вот по-другому, как-то вместе сопереживаете боль другого человека, да, то есть вы как-то, как это слово-то, блин, я не помню, ну, то есть вы не стали, перестали, скорее бы, быть черствым, то есть вы это уже показываете, вы и раньше таким не были, да, но вы не показывали, а сейчас стали уже показывать, еще каким вы стали, ну, здесь произошло обнуление, причем в этой колоде два аркана шута, один в мужской, в мужском стиле, другой в женском, который говорит о том, что вы, вот он в руке, у нее, да, здесь звездочка на руке лежит, вы как будто бы, вот еще раз скажу здесь, я ощущаю, не то, чтобы много, а как-то вот такая энергия, которая видоизменяется бесконечно, то есть вот мужская, она переходит, янская, она переходит в инскую энергию, да, то есть вот энергия ян, ян, она переходит в мягкость, то есть вот какой-то огонь, какая-то агрессивность, как некая лава, да, то есть в лаве присутствует огонь, да, но при этом она как жидкость, так, как вода, она течет, вот здесь нечто аналогичное присутствует, то есть вы стали таким человеком, который уже идет по своему пути, но, я не знаю, у меня здесь такое ощущение, что, знаете, вот как люди меняют пол, да, вроде бы, родился там мужчины, трансгерднеры, а в процессе осознают, что в них очень много женского, да, и они меняют пол, вот здесь что-то образно, либо аллегорично, да, говорится про это, то есть вы как будто бы сменили свой вектор, не в плане сексуальности, я сейчас, а вот просто я хочу вам показать, как энергия, которые были каким-то жестким таким человеком, а сейчас как немножко обнулились, да, пошли другим путем, к той же самой цели, которая у вас была, но она как-то вот видоизменилась. Знаете, бывают такие спортсмены, которые, женщины, которые занимаются бодибилдингом, да, и вот смотришь на нее, ну, вроде бы она женщина, то есть есть какие-то задатки женщины, но фигура-то мужская, да, то есть вот это вот накачанное и всевозможные гормоны, которые она принимает для наращивания мышц, да, вот хочется сказать, что что-то такое непонятное, да, я в этом человеке теперь присутствую, то есть генетически женщина, но вот как-то вот эти вот мышечные массы настолько чрезмерные, я не говорю о, там, я не знаю, фито, бикиняшек, а когда все достаточно красиво, эстетично, а я говорю наоборот чрезмерность, да, то есть когда отсутствует вот эта вот мера, и вот здесь как раз-таки речь идет о том, что вот вы как будто бы вот от этой мужской энергии, вот мужественности какой-то, вы уходите вот в женственность, и вы стали как раз-таки более легким человеком, да, по аркану шуту, как-то у вас, ну не знаю, стали больше смеяться, что ли, шутить, как-то у вас компания сменилась, вы стали, может быть, в каких-то моментах душой компании, люди как-то у вас увидели по-другому, понимаете, намного легче, намного, намного приятнее, вот идет энергия от вас такая солнечная, и с улыбками, ну и последний аркан, какими вы стали, двойка мечей, да, на убывание, смотрите, здесь тройка мечей, а здесь двойка мечей, то есть идет на убывание мечевая, вот это вот ваша воинственная какая-то энергия, вы стали человеком, который как-то научается больше слушать себя, двойка мечей говорит о сомнениях, но здесь у меня ощущается такой момент, что вот вы наоборот как будто бы прикатили сомневаться в себе, да, что вы прошли какому-то примирению с самим собой, что нашли какую-то точку соприкасания двух противоположных энергий, вот этого вот огня и воды, то есть вы перестали как будто бы бороться с самим собой, вот это вот обнуление, которое произошло у вас, да, какой-то новый вектор направления вы себе выбрали, вы посмотрите, в 23-м году у вас как будто бы жизнь немножечко пойдет по другому росту, да, то есть вы как будто бы другую ветвь выбрали для себя, вроде бы цель одна, еще расскажу, но вот к этой цели как будто бы идут 2-3 ветки, и вот вы выбрали, как будто бы ушли от одной ветки и идете к другой, ну вот к другую ветку выбрали для себя, развитие, более мягкую, более, я не знаю, приятную, комфортную, здесь что-то другое, что-то изменилось, вы перестали быть такими жесткими, да, вы перестали быть категоричными, вы перестали быть вот агрессивными, вы не пришли в противоположность другую, то есть не переживайте, что вот вы это все утратите, если для вас это очень ценно и важно, нет, а вы как-то смягчились, я не знаю, бывают такие, когда человек очень сильно худеет, да, у него на лице появляется вот эта вот угловатость, а потом, например, когда очень худая такая женщина и вот с такой угловатостью на лице, например, когда беременеет, набирается дополнительный вес, и вот углы как-то сглаживаются, и она становится как-то вот более приятнее, более милее, что ли, вот здесь про это, то есть вы не утратили свою силу, но вы как будто бы обрели еще дополнительную вот какую-то мягкость, мягкость, вот как-то так. Вот такие у меня были и троечки, благодарю вас всех за внимание, если вы досмотрели до этого момента, я очень рада и признательна, что вы остаетесь со мной, жду вас на следующем раскладе, что мы там будем смотреть в следующем раскладе, обиды, какие обиды вы держите, а я с вами прощаюсь, вам самого наилучшего, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова